Продолжаем программу. Кофе – не только ароматный напиток, но и прекрасный материал для живописи. В библиотеке имени Горького открылась персональная выставка запорожской художницы Ксении Доброчинской, которая при написании картин использует самые разнообразные натуральные материалы. Сложно ли написать картину с помощью кофе, узнавала Ирина Погоренная. Профессиональной искусством живописи Ксения Доброчинская занимается пять лет. Говорит, за это время перепробовала множество материалов для написания картин. Сейчас увлечена созданием работ с помощью кофе и вина. Знакомство с этими материалами получилось спонтанное. Длительное время путешествовала по Европе. Красок с собой не было, поэтому искала те материалы, которые способны оставить след на бумаге. Но так как бумаги тоже не было, я начала писать обои той квартиры, в которой жила. Ну и оно так спонтанно получилось. И потом, когда рисунок уже вышел, я испугалась, что, может быть, хозяин будет против, будет зол на меня за это. Но ему очень понравилось, и его восторг вдохновил меня, наверное, на написание кофе на бумаге. Работа с кофе очень похожа на написание акварелью. В основе техника гризайль – наслоение тональных градаций одного цвета. Для написания картины требуется достаточно много времени. Необходимо, чтобы каждый слой окончательно высох. В работе используется кофе любого сорта и вида. Растворимый, натуральный. Я использую растворимый, потому что я его люблю больше. Я пью только растворимый, поэтому, естественно, у меня под рукой всегда есть растворимый кофе, и я им пишу. Ксения признается, рисовать этим натуральным материалом не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – желание и наличие бодрящего напитка – кистей и акварельной бумаги. В этом смогли убедиться участники мастер-класса, который художница организовала для запорожцев. Очень интересно, это очень сложно, вот эта игра с оттенками. Это очень интересно, это что-то совершенно новое, приятные эмоции, приятный запах, что очень важно. И это достаточно сложно, но также и интересно, я считаю. По словам Ксении, профессионально искусством рисунка кофе в Запорожье не занимается никто. Подчеркивает, для такой работы в первую очередь необходимо любить искусство, аромат кофе и запастись терпением. Продолжение следует...